В Балакове в последнее время сокращается число офисов Сбербанка. К примеру, в первом микрорайоне не то что доп. офиса, простого банкомата нет. А между тем и пенсии, и зарплаты люди получают на карточке. К тому же и коммунальные платежи проще делать через банкомат. Этот вопрос подняла депутат Совета муниципального образования города Балакова Галина Бирверт на межрайонном совещании депутатов городских и сельских поселений. Алексей Иванович, подойдите, пожалуйста, на вопрос. Почему у нас в городе сокращается количество доп. офисов? Вот на 1 января 2014 года было 17, а сейчас осталось 10. Вот в частности, начиная на 123, на мой округ, тоже доп. офис сократился. Шаговой доступности для пенсионеров нет. Отвечу на этот вопрос. Ответ здесь достаточно простой. У нас в автоматическом режиме идет обсчет количества клиентов. Поскольку клиентов приходят в банк. Смею вас заверить, что в банк приходит все меньше и меньше клиентов. И цифры эти внушительные. Каждый филиал рассчитан на клиентовоток. Есть производительность персонала. Эти клиенты не уходят из банка, они уходят в облака. В спербанк онлайн. Ну, то есть достаточно сервис в области банка. И поэтому вот нам просто иногда не хватает клиентов. В этом случае мы сокращаем количество филиалов. Это касается не только Балакова, это касается и Саратова. Мы в прошлом году закрыли 3 крупных филиала. Не получили при этом ни одной жалобы. Ну, может быть, кто-то недоволен. Был до филиала 300 метров, стало 500. Но это тенденция, которая будет продолжаться, и я ее не отменю. Была Балакова просьба, чтобы мы вместо закрытого филиала установили устройство самообслуживания. Мы это сделали. Но на открытие новых филиалов, либо на открытие о месте старых речь не идет. И я думаю, что уже никогда не пойдет.